Дело в том, что у нас была достаточно большая рассылка о приглашении. Продолжение следует... 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 И хотя он сильно похудел к тому моменту, но как вы можете судить по этой фотографии и по его улыбке, он сохранял надежду на благоприятное развитие событий. Но в декабре доктор объявил, что операция не возможна, поэтому он изменился к химиотерапии, и он много пережил, но он был в хорошем состоянии до конца декабря. А потом болезнь взяла свою. Это основные вехи научной биографии доктора Катафучи. Вы видите, что он закончил медицинский факультет нашего университета, университета Кюсю в Фукуоке, затем защитил диссертацию на кафедре физиологии того же университета и стал ассистентом этой кафедры в 1985 году. С 1986 года он стал читать лекции в клинической больнице. В 1987 году он был направлен на стажировку в университет штата Нью-Йорк и медицинский центр Бруклина. И был там гостевым ассистентом. And two years later, he came back to Кюсюр University, and then he became lecturer and associate professor. And at the end, 2016, on December, he became a professor. It's a department of neuroinflammation and brain fatigue sciences. He named that disname, and he became a professor. And then, well, only one year later, he deceased. It's a big piece. После двухлетней стажировки в Соединенных Штатах в 1989 году доктор Катафучи вернулся на родную кафедру физиологии университета Кюсюр и продолжил там быть сначала ассистентом, потом доцентом. И в течение многих лет он работал доцентом на кафедре общей физиологии на медицинском факультете университета Кюсюр. В 2016 году он становится профессором и получает кафедру, название которой он выбрал сам. Кафедра нейровоспаления и учение об утомлении мозга. К сожалению, его деятельность в роли руководителя этой кафедры продлилась менее двух лет. В 2018 году его не стало. Well, we knew each other for long, many, many years, but I think it was the first time, 2007, America's professor, right? Yes. Well, we know друг друга с российскими коллегами уже много-много лет. Вот здесь вы видите фото 2007 года, когда заслуженный профессор Умура, доктор Катафучи и я впервые приехали в Санкт-Петербургский университет. И вот при входе в университет была сделана эта фотография вашим переводчиком. Well, definitely, well, доктор Катафучи и профессор Умура visited here many years before, but it was the first time for me to come to St. Petersburg. Доктор Умура и доктор Катафучи много раз бывали в России и до этого, и принимали участие в научных событиях и гостевых лекциях. Но для меня, говорит Маминода, это был первый визит в Россию. So this is the expanded photo. And this is another photo from, actually, from the special issue. And this is from Professor Trilov. And you see, доктор Катафучи looks quite young. Здесь, на этом фото, доктор Катафучи выглядит очень молодым. Это сделано чуть позже, во время гостевых лекций и встреч со студентами Санкт-Петербургского университета, в которых все трое японских коллег участвовали. This is another photo. This is probably I took this photo. This is also Professor Trilov. This is also Professor Trilov. And this, again, probably I took this photo, I guess. Also 2007. I think the photo of this photo belongs to, наверное, to the mother of Mami Nodi. This is the first symposium on the interaction of the nervous system in the normal and pre-patology, organized by Elina Andriovna Kornivy. Elina Andriovna, Professor Omura, Dr. Katafuchi and other participants of the symposium. Again, this is Atakushi University. And this is the last visit for him to St. Petersburg. It was in December 2016. It was in December 2016. This was on the Aurora. And you see, Professor Katafuchi was a bit chubby at the time, but then three months later, he was diagnosed as a stomach cancer. Well, this is just a recent publication by Professor Katafuchi. This is only limited. Of course, he has many publications, but these are the most recent publications. The first author you may notice, this is Mohamed Hossain. He's from Bangladesh, and he and Dr. Katafuchi, and he worked hard to make those publications. And then this, well, I would like to show you a couple of papers. We collaborated. And then later, I'd like to show you some of the collaborative work. For example, the first one. Well, some of the people here may know this story, but, well, for some audience, it may be new. And I'd like to show you some collaborative work with Dr. Katafuchi. It's about neuroprotective effects of molecular hydrogen. But molecular hydrogen, I may not know, but probably in Russia, it has been quite popular that some of the people may know that alkaline electrolyzed water in previous days. But actually, it is not, well, it is electrolyzed water, but it contains hydrogen, hydrogen gas. So we call it hydrogen water. So hydrogen water means the water containing molecular hydrogen. Molecular hydrogen is hydrogen gas. And please do not confuse with proton, I mean hydrogen ion, or reactive hydrogen, it's molecular hydrogen. So the water containing molecular hydrogen, there is no change in pH. So molecular hydrogen, what is molecular hydrogen? Well, molecular hydrogen, you may know that it is the smallest molecule in the universe, and then it can go through even cell membrane or plastic. So we need to have the molecular hydrogen water in either aluminum container or glass bottle. And then the concentration of hydrogen in the water we measured, and then this is a time-dependent increase of hydrogen, molecular hydrogen. And then the concentration of hydrogen in the water, well, after 8-minute bubbling of hydrogen gas, then the concentration increases until about 1 ppm. So actually, this is for animal experiment. This is the glass bottle for animal experiment. And once we filled this part, the upper part of the water with hydrogen gas, then the concentration of hydrogen stays either 24 hours or maximum, well, 2 days, the concentration was maintained. So now I'd like to show you the oxidative stress resistance induced by molecular hydrogen against Parkinson's disease model. So needless to say that Parkinson's disease was due to the loss of dopaminergic neurons. So we made animal model of Parkinson's disease using MPTP. And then we analyzed the dopaminergic neuronal loss. So, well, probably needless to say, the sporadic Parkinson's disease model is induced by many reactive oxygen species. Here. So we looked at the production of reactive oxygen species, or we looked at the cell death. Or we looked at the DNA damage. And then we observed protective effect of molecular hydrogen. So this is the experimental schedule. So this is the experimental schedule. Here, we sacrificed the animal and looked at the dopaminergic neurons. Let's talk about it. And then we observed that dopaminergic people are measured. And then we observed, that dopamine is related to the подсчитывая стереологическое количество допаминергических нейронов в соответствующих областях мозга. И вот вы видите, что и для субстанции нигра, и для стриатума, токсин вызывает существенную потерю допаминергических нейронов, но если животные находятся на превентивном лечении водород, содержащий водой, то потеря нейронов допаминергических как в стриатуме, так и в субстанции нигра существенно меньше. В контроле физиологический раствор этого не дает. So this shows the TH-positive cells, and this is statistical data. You see, after MPTP injection, the TH-positive dopaminergic neurons were less than half. However, when the animal was drinking hydrogen water, this loss was significantly attenuated. Здесь видно, что происходит значительная, более чем наполовину потеря допаминергических клеток после введения токсина. Желтые столбики становятся ниже. Но если животное находится на содержащей водород воде, то обеспечивается значительная сохранность. Этот эффект уменьшения количества нейронов, он снижается. И хотя имеется концентрационная зависимость этого лечебного эффекта, но мы обнаружили, что достаточно малая концентрация, 0,08 ppm, достаточно для серьезного протективного эффекта. And then we looked at the DNA damage using 8-oxygonin accumulation. You see, the accumulation of 8-oxygonin is a marker of DNA damage. And then you see, after MPTP injection, well, this accumulation of 8-oxygonin was significantly increased. However, when the animal was drinking hydrogen water, you'll see, this was very much attenuated. Здесь показана степень повреждения ДНК в соответствующих клетках, оцененная по маркеру этого повреждения 8-oxygonin. И вы видите, что происходит накопление этого маркера повреждения под влиянием токсина. Но если животное находится на водородосодержащей воде, то этот процесс накопления продуктов повреждения ДНК выражен в существенно меньшей степени. Физиологический раствор этого не дает. ДНК- Well, this is extra data that I, at the beginning, I told you that alkaline electrolyzed water, some people believe that alkaline electrolyzed water is good for your health. But it's not alkaline, but hydrogen is important, and hydrogen did not change the level of MPP, MPP+. Мы также изучили вопрос о том, что является действующим началом так называемой ощелоченной электролизированной воды, которая по данным ранних исследований обладала позитивными биологическими эффектами. Мы обнаружили, что процедура ощелоченного электролиза приводит к повышению концентрации свободного водорода в такой воде, причем эффекты не зависят от щелочности, а зависят именно от накопления свободного молекулярного водорода. Well, some people might think, does it have any therapeutic effect? So, we performed not only previous drinking, but also only after injection of MPTP, we gave hydrogen water. And you see, well, it's still effective. It is also effective even after MPTP administration. So, it may not be too late, once you have Parkinson's disease, and then you start to drink hydrogen water. Возникает вопрос, является ли этот эффект чисто протективным или он является и терапевтическим. И вот здесь вы видите, что даже если начать применение водородной воды после седьмого дня, когда уже имеется действие токсина и потеря нейронов, а не профилактический, то и тогда лечебный эффект присутствует, причем значимый, хотя и не такой большой, как при превентивном назначении. Таким образом, если уже есть изменения по типу болезни Паркинсона, то и тогда не поздно начать пить насыщенную водородом воду. И это свидетельствует. also rescued behavioral deficit. This shows open field test, and we also performed water loss test or tail suspension test, but only in open field test, you see that after MPTP injection, animal, the behavior was very much deficit in open field test. However, when animals were drinking hydrogen water, это были эксперименты на животных, мы проверили, как влияет прием водородной воды на поведенческие изменения, связанные с развитием синдрома Паркинсона. Мыши, у которых развивается паркинсонизм, имеют отчетливый дефицит поведенческих реакций при проверке в тесте открытого поля, в тесте с подвешиванием за хвост и в рот-арот-тесте. Но если они находятся на водородной воде, то поведенческий дефицит во всех этих тестах существенно уменьшается. And this effect was also shown in Parkinson's disease patients. Well, this part, this is a pilot study performed in Juntando University Hospital in Japan. And this shows that 48 weeks later, the patient showed much better behavior, score. So it shows that drinking hydrogen water may work in human as well. Исследования пилотного характера были проведены в одной из университетских клинических больниц Японии с водородной водой, также и на пациентах, страдающих болезнью Паркинсона. И вы видите, что в отличие от плацебо, насыщенная водородом вода по литру в день, примененная в течение 48 недель у пациентов с болезнью Паркинсона, давала позитивный эффект, что касается поведенческих реакций и соответствующей больной клинической шкалы нарушений. А вот справа работа наших коллег из другого университета, проверяли на крысах, на модели болезни Паркинсона, эффективен ли водород сам по себе, как газ, или же эффективна именно насыщенная водородом вода. Оказалось, что именно насыщенная водородом вода, но вдыхание водорода самого по себе обеспечивает терапевтический эффект на такой модели. Возникает вопрос, каков же механизм этих протективных эффектов водорода? Первое, что приходит на ум, возможно, если пить насыщенную водородом воду, водород проникает в кровь, доходит до мозга и каким-то образом там действует. Мы ввели чувствительный к водороду молекулярному электрод в стриатум подопытного животного. И как вы видите на этом рисунке, если животное дышит водородом, то на короткое время концентрация молекулярного водорода в стриатум в мозгу повышается. Правда, падает уже через 10 минут. А вот если животное пьет насыщенную водородом воду, то никакого изменения в концентрации молекулярного водорода в стриатум не происходит. Таким образом, мы решили, что водородом 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 не работает в воздухе. Но нужно быть что-то, что сон отitations в организме. Анжикuing водородом 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 водородом, 7 дней, и then we injected MPTP, and then we stopped giving hydrogen water, but we just gave normal water to the animals, and then one week later, we sacrificed the animal and we looked at dopaminesic neurons. It was a mechanism not in the brain, but in the brain, and then in the brain, so we did an experiment according to the scheme, which is shown on the slide, to investigate the effect of the water from the water. The animals were drinking water only before the toxin, then there was a toxin, and the animals were left in normal water. So this is the result. Again, you see in both Substantial Nigra and Strait, if the animal drinks hydrogen water before MPTP injection, it shows no protection. So it turns out that no protective effect of molecular hydrazine may not be direct effect. And then, next, we tested how many days of hydrogen intake is necessary. We tried one day, three days, seven days, and then we looked at how it has neuroprotection, then you see maybe seven days of drinking hydrogen water is required. We tried one day, three days, and seven days, and it turns out that there was a significant effect at seven days. And then, if the animals drink hydrogen water for seven days, and then, how many days and the neuroprotective effect lasts. So we gave hydrogen water for one week, and then stopped hydrogen water one day, three days, and seven days. And then after, then we injected MPTP, and then we looked at the neuroprotection, and you see effect of hydrogen lasts only two, three days. And then, we tried to figure out how many days the effect of hydrogen water is And then, in this case, seven days животное принимает насыщенную водородом воду, after which, with a pause one day, three days, or seven days, вводится индуктор болезни Паркинсона. И, вы видите, что эффект водородной воды длится только два, три дня. Если вводить после этого срока, то нет протективного эффекта. Он сходит на нет. So, it means, it takes some time to show protection, and we need to take hydrogen water constantly. То есть, чтобы обеспечить значимый протективный эффект, нужно постоянно принимать водород, содержащую воду. So, the summary is, well, you can read this slide. Это, собственно, некоторые воды. Прием в течение 7 дней водород, содержащий воды, улучшает течение экспериментальной болезни Паркинсона, уменьшает потери допаминергических нейронов. Эффект кратковременный, длится менее 3 дней после окончания приема воды. Эффект обеспечивается низкой концентрацией водорода 0,08 ppm, и этого достаточно. И эффект водородной воды не только превентивный, но и в какой-то степени лечебный. Then again, the question was, what's the mechanism of protective effects of hydrogen? And we found stomach-brain connection. Изучая возможные непрямые механизмы защитного действия водород, содержащий воды, мы пришли к мысли о взаимосвязи желудка и мозга. Чтобы покороче было, я покажу только общее содержание этой работы. When we drink hydrogen water, it goes to stomach first, right? Вода попадает в желудок. And then in stomach, well, this ghrelin was released. Well, actually, the messenger RNA of ghrelin was increased after drinking hydrogen water. Нам удалось показать, что после приема внутрь водород насыщенной воды происходит значительная активация экспрессии генов ghrelina и активация секреции ghrelina в кровь. Yeah, ghrelin is not only controlling the appetite, but it also has a protective effect. Но ghrelin не только один из сигналов, контролирующих аппетит и насыщение, а также и известно, что эта молекула обладает нейропротекторным эффектом. And it was shown that the ghrelin receptor, it's called GHSR, its messenger level is very much expressed as substance in nigra. So, probably, if we drink hydrogen water, then ghrelin is released from stomach, and then, presumably, it goes to the brain and works on this receptor in dopaminoidsic neurons, and then that's how it has some neuroprotection, especially on dopaminoidsic neurons. Таким образом, вывод, к которому мы пришли, что прием внутрь водород насыщенной воды вызывает значимое увеличение продукции ghrelina и его действия на субстанцию нигра, и помогает этим нейронам выжить в условиях моделирования болезни Альцгеймера. While this confirms the effect of ghrelin, we added a ghrelin receptor antagonist, then if we injected ghrelin receptor antagonist together with hydrogen, then you see the neuroprotective effect of hydrogen would disappear. Чтобы проверить это, мы осуществили эксперимент с совместным действием водород насыщенной воды и блокад антагониста грелинового рецептора. Антагонист грелинового рецептора, обозначенный в розовом прямоугольнике на этом слайде, снимает защитные эффекты водород насыщенной воды. And also it was reported that ghrelin release is dependent on stimulation of beta-1 adrenosic receptors. So we looked at the effect of atenolol, which is beta-1 adrenosic receptor antagonist. And then, as you see, the ghrelin release, ghrelin production was cancelled by atenolol. И нам удалось установить, что этот эффект водород насыщенной воды на грелиновую секрецию опосредован через beta-1 adrenosic receptor, поскольку антагонист beta-1 adrenosic receptor, atenolol, снимает грелиновый опосредованный эффект водородной воды. We also looked at the effect of atenolol on protection induced by hydrogen. And you see, together with hydrogen, we injected atenolol every day. And then you see, again, atenolol cancelled the neuroprotective effect of hydrogen. Если вводить вместе с индуктором экспериментального паркинсонизма atenolol, то такая комбинация снимает защитные эффекты водород содержащей воды. So it suggests that patients who are taking beta-blocker should not drink hydrogen water because it's not effective. Поэтому если кто-то принимает по какой-то причине бета-блокаторы, то на этом фоне лечение или профилактика с помощью водород содержащей воды не будет эффективна. So again, we call it a stomach-brain connection. So at least in Parkinson's disease, more mice, again, I'm going to show, if we drink hydrogen water, then it releases ghrelin, and then it goes to the brain, and then it has neuroprotection. Еще раз, схема, к которой мы в итоге пришли, что водород содержащая вода обладает ghrelin-опосредованными защитными эффектами на допаминергические нейроны при экспериментальном паркинсонизме. So, well, of course, this is not the all. The production of ghrelin is partially responsible for hydrogen-induced neuroprotection. Конечно, это не весь вовлеченный в это сложный механизм. Нам думается, что продукция ghrelina только одно из звеньев или одна из составляющих в этом эффекте. And then our goal is, well, probably not only ghrelin, but probably other hydrogen-induced important factors are important for neuroprotection. And if we can find some specific factors, then instead of drinking a lot of hydrogen water, but it might be easier way to prevent or treat Parkinson's disease or some ischemic injury or many other oxidative stress-related diseases. Возможно, в будущем развитие этих исследований приведет к обнаружению и других факторов, которые опосредуют нейропротекцию при приеме водородонасыщенной воды. И тогда можно будет предупреждать и лечить не только болезнь Паркинсона, но и многие заболевания, при которых большую роль играют механизмы окислительного удара со стороны активных кислородных радикалов с помощью таких нейропротекторных факторов, открытию которых поспособствовало изучение механизмов действия водородонасыщенной воды. Okay, the second part of the work is I only show you very briefly that recently professor Katafuchi's he was very much concentrated on the brain plasmalogens. Профессор Katafuchi в последние годы своей жизни и творческой деятельности концентрировался не только на эффектах водородонасыщенной воды, но и второе важное направление, о котором я вам кратко расскажу, была роль плазмологенов головного мозга при некоторых формах патологии, в частности, при хроническом утомлении, болезни Альцгеймера и деменции. And it is still on the way, but brain plasmalogens are important, especially in fatigue or Alzheimer's disease or dementia. Известно, что мозговые плазмологены... Well, this slide was made by Shannon Hossein. For example, they are interested in aging or stress or any inflammation. Then they found that these conditions activate NF-kappa-B, and then it affects CMYK onto GNPFT promoter. And then, finally, this event increases... Well, it causes a decrease in brain plasmalogens. And this decrease in plasmalogens, which may cause glial cell activation, and then glial cell activation in inflammatory cytokines, and then decrease BDNF and C-GRIP. And then this event causes neuroinflammation and then memory loss. And then they are very much working on this project right now. Этот слайд был подготовлен учеником профессора Катафучи, доктором Хосейном. Группа профессора Катафучи, изучая такие, казалось бы, разные процессы, как нейровоспаление, в частности, индуцированное у мышей инъекцией липополисахарида, стресс, в частности, хронический стресс у мышей, и старение. Изучая эти три процесса, они выявили единый механизм. При всех этих процессах происходит активация фактора NF-каппа-B, которая приводит к активации онкопромотора СМИЦ. Это ведет к снижению активности фермента GNPAT, то есть основного фермента, ответственного за синтез плазмалогенов в мозге. Количество плазмалогенов в мозге и при стрессе, и при старении, и при нейровоспалении уменьшается. И оказалось, что чем меньше плазмалогенов, тем больше провоспалительная активность гелиальных клеток, которые при этом начинают вырабатывать избыток провоспалительных цитокинов, а в то же самое время факторов регенерации мозговых клеток, ростовых факторов, становится меньше. И это кажется сейчас важным механизмом хронического нейровоспаления, которое приводит к потере памяти и другим нарушениям, связанным с этим. Этот проект начался несколько лет назад, и он был очень успешным, поэтому он очень надеялся к большому успеху. Но это огромное питье, и сейчас, доктор Шамин Хосан, он работает очень сильно на его behalf. Надо сказать, что это была последняя сфера очень активной научной работы всей команды доктора Катафучи, который возлагал большие надежды на это направление, потому что, начав всего два года назад этот проект, они сразу добились больших и интересных экспериментальных результатов. И, к несчастью, этот многообещающий проект уже не может быть продолжен под руководством человека, который его задумал и начал. Сейчас команда продолжает работать под руководством доктора Хусейна. В заключении... В заключении хотелось бы сказать, что это большая потеря, что, по сути, в расцвете своей творческой деятельности ушел такой человек. Продолжение следует... Это называется... У Босха это называется слепым, выдуманным слепым. Ф5. Ф5. Can you see F5? Ничего опять не получилось. Мы хотим перейти к последним слайдам, но не можем справиться с системой. Катафучи и его сотрудников. Только что вышло уже после его смерти. И, к примеру, очень успешного трансляционного медицинского проекта, потому что такой быстрый и результативный экспериментальный период привел к тому, что уже начались испытания препаратов плазмологенов у пациентов. И этот вид терапии становится все более популярной. Плазмологены получают из морских моллюсков. Окей. Окей, я буду закончить. В конце. Это питье, что он просто начался новый лаб, Департаментом Невоинфламинической и Бринфатии, и это огромное удачное удачное для нас, и для всех наших научных социальных социальных. Большое несчастье, что такой человек ушел в рассвете своей творческой деятельности, когда он только заложил новую лабораторию и принципиально новую кафедру нейровоспаления и учения об утомлении мозга. Огромная потеря для всех нас и всего научного сообщества. Покойся в мире, Тошихико, мы всегда будем тебя помнить. Thank you, Тошихико, and thank you for your attention. Спасибо, Тошихико Катафуши, спасибо за внимание. I'm sorry to take such a long time. Извините, что я говорила долго. Ну, я думаю, что если у кого-то есть вопрос, то, наверное, мы можем один вопрос задать, но с учетом все-таки дефицита еще у нас... You're welcome to put one question. Нет вопроса. Тогда еще раз спасибо. Thank you very much. И нас Елена Андреевна. The next speaker is an academic coordinator. And then I'd like to mention, if some of you are interested in drinking hydrogen water, we will have a present for you. Я хотел бы в заключении сказать, что если кто-то из-под физиологов интересуется эффектами водородной воды, то Маминода и ее команда подготовили подарок для вас. Для врачей несет из-за крови, да? Мы знаем, что путь лежит обычно к сердцу через желудок, а вот иясняется, что есть еще к одному органу, а к мозгу через желудок. Мы уже знали, что путь к сердцу идет через желудок. И от вашей презентации мы сейчас узнаем, что путь к мозгу тоже идет через同じ степень. Как я могу остановить этот путь? Вы желаете отмотиться? Я не могу закрыть это. А, хорошо. Да, хорошо. Я не могу закрыть это. Действительно, оно не работает. Да, я уже попытался сделать. Так, а... Не, сохрани. Сократи и все. А все? Вот это тоже закрыть. А зачем это закрывается? А сейчас второй. А, тут же... Ага. Can we copy this lecture? А, окей, all right. Where? Yes, yes, thank you very much. Yes, 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 that's fine. You must close it. Why? It's safer. Okay. All right, thank you. You don't have a... Yes, no, no. Is there a presentation? A, no, no, no. I don't need to. A, no, no. A, no, no. No, no. No, no. Я знаю Катафучи очень много лет, наверное, лет 30, и у меня есть личное о нем впечатление, и впечатление как об ученом. Работы, которые он инициировал и выполнял, очень часто бывали приоритетными. Он делал многие вещи впервые, и это очень хорошо знают нейро-именофизиологи. Второе. То, что он делал, было сделано всегда тщательно. И он находил на его линии, как вы видели из этого доклада уже исследование. Это очень важно для ученого. И потому не случайно в течение последних лет он был с редактором международного журнала «Adventis in neuroimmunobiology». Нас очень интересовали его работы, и мы работали вместе с ним по этому направлению. Это работа по синдрому хронической усталости. Это единственный синдром, единственное заболевание, которое прямым образом зависит или обусловлено даже нарушением нейро-именофизиологии. Он создал модель первую в мире. И этой моделью мы пользовались. И вот когда мы работали вместе, мы узнали его еще массу человеческих позитивных качеств. Во-первых, он был очень внимательный человек и очень обязательный. Вот если он что-то обещал, он делал это непременно. И помогал нам достаточно много, в частности, и в этой области, потому что всегда нам чего-нибудь было надо. Как персона этот человек мягкий, слегка закрытый и смущающийся даже, но очень добрый вместе с тем. Он был еще одно свойство, которое меня просто всегда очень привлекало в нем. Он был ученик профессора Аамура. Ну, вы знаете, что это в течение многих лет первый патофизиолог мира. Он был советником по науке императора и так далее. И вот Ташихика всегда был верным учеником. Он всегда был рядом. Он ездил вместе с профессором Аамур во многие страны до последнего времени. Он всегда его оберегал. И это очень привлекательное такое свойство. Ну, и наконец, я расскажу маленькую такую историю, смешную скорее, из моих впечатлений. Про то, насколько этот человек обязательный и насколько он готов всегда помочь. Когда я была первый раз в Японии, это было очень давно, я, как всегда, представляю себя в те поры ехать за рубежом. Чего тебе привести? Первый вопрос ко всем окружающим лицам. Вот когда я спрашиваю об этом у дочки, она всегда просит аленький цветочек. Ну, вот что-то, что вроде бы просто, а вроде бы вот и нет. И она меня попросила привести аппаратик. Это вот такая вот маленькая штучка, которая обгоняет комаров. Он основан на ультразвуке. И я, конечно, не знала, где в Японии это найти. Спрашиваю я, Шикика, он мне говорит. Да, вот есть. Я бы обязательно купил, потому что я работаю когда на чай. Вот, обратите внимание. Комары мне очень мешают. Тогда, по-видимому, не было еще кондишнинга. И у нас есть шплея, но тогда комары падают на листы бумаги, и мне невозможно прочитать. Я не знаю, есть ли такой аппарат. На следующий день этот аппарат был куплен. Вся лаборатория купила этот аппарат буквально. И вот, понимаете, это, конечно, характеристы. Тут я поняла сразу, насколько много он работает. Он сидит ночами, а комары его там поедают. И во-вторых, насколько человек готов помочь. Вот такие у меня впечатления о нем, как о персоне. Он действительно был очень интересной личностью, очень крупным ученым. И, конечно, память о нем остается у всех, кто его знал. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ И у нас в программе еще одно есть выступление. Это участие орексин, содержащих нейронов гипоталамуса, в механизмах реализации функции центральной нервной системы, красиво заболевания Деревцова. Да, вот раз я все получу. Да, вроде, да. Сейчас. Так. Все вроде. Все вроде. Угу. Просто он зависит. Продолжение следует... Он открыл Японию, и во многом, когда я путешествовала по Японии, он был моим спутником во многих интересных местах. И он очень интересный был как личность, как собеседник. И практически на всех конференциях зарубежных, в которых я присутствовала, каким-то волшебным образом мы оказывались рядом и посещали какие-то различные места, экскурсии, выставки. И, в общем-то, к слову сказать, он был даже на нашей даче. Мы там как-то очень весело проводили время. Тема моего сегодняшнего доклада — это участие ороксинсодержащих нейронов гипоталамуса в механизмах реализации функций центральной нервной системы. Вообще надо сказать, что 2018 год для такой системы, как ороксинергическая, является юбилейным, поскольку ровно 20 лет назад эта система была открыта в Америке практически одновременно двумя группами исследователей. Мы же начали заниматься этим немножко позже, но за практически десятилетия изучения этой системы мы старались охватить практически все звенья, касаемые эффекторных влияний этой системы, в реализации различных функций центральной нервной системы. Надо сказать, что первоначально открытая система ороксинсодержащих нейронов была отнесена к нейромедиаторным системам, регулирующим аппетит, но буквально через год уже стало известно, что эта система является главной, практически одной из главных в регуляции цикла сон-бодрствования. И, в частности, именно дефицит ороксина в ороксинсодержащих нейронах приводит к развитию такого тяжелого заболевания, как нарколепсия. Проявляющиеся в катаплексических приступах, в сонливости и снижении трудоспособности вплоть до инвалидизации. В нашей работе, работах нашего отдела, это было одним из таких ключевых направлений, мы изучали ороксинсодержащие нейроны. В частности, было установлено, что они обладают высокой степенью дивергентности. Вся популяция нейронов, эта дивергентность проявлялась как в рострокоудальном направлении, так и часть популяции нейронов в различных зонах, структурах, также обладала очень выраженной дискретностью. Мы измеряли и оценивали, насколько могут изменяться эффекторные влияния, оказываемые этой системой, на другие структуры центральной нервной системы через рецепторный аппарат. В частности, мы также смотрели, как меняется синтез самого продукта, то есть ороксин А, ороксин А и их предшественников. Также мы смотрели, как отличаются функционально ороксин А и ороксин Б и обнаружили очень много эффектов и их дивергентное значение при ответе и при формировании функции иммунной системы. Ну и вот первоначально можно сказать, что ороксин содержащие нейроны относили к системам, которые регулируют буквально все. Найдено было также, что они участвуют в терморегуляции, в функциях иммунной системы, в функциях репродуктивной системы. И была такая путаница, и очень много было противоречивых данных. Одни говорили, что они активируют одни процессы, другие относили их к стресс-реализующим системам. Тем не менее, накопленные в последние годы, буквально последние несколько лет данные, существенно расширили понимание о вкладе вот этой уникальной, на мой взгляд, системы в реализации функции центральной нервной системы. Известно, что основными источниками афферентных сигналов, которые получают ороксин содержащие нейроны, это является парабрахиальный комплекс, латеральное медиальное ядро, которое находится в стволовой части мозга. Эти нейроны синтезируют глутамат, который активирует ороксин содержащие нейроны. Структурой же, которая тормозит активность нейронов, являются нейроны вентролатеральной приоптической области, которые синтезируют гамма-аминомасляную кислоту. Тем не менее, ороксин содержащие нейроны обладают высокой степенью спонтанной деполяризации. То есть фактически это автономная структура, которая каким-то образом активируется в состоянии бодрствования и продолжает деполяризовываться в течение всего состояния бодрствования, активизируя или запуская какие-то другие процессы. На этой иллюстрации показано, какое количество различных центров затрагивает эффекторное влияние, оказываемое системой ороксин содержащих нейронов. Которая в основном, конечно, ограничивается влиянием на аминергические системы. В частности, здесь показана система гистаминергических нейронов, дофаминергических нейронов вентральной тегментальной области, серотонинергические нейроны в ядрах шва. И также практически треть проекций, которая образуется группой нейронной синтезирующих ороксин, приходит к норадренергическим нейронам локостерлеус. Показано, что интенсивность деполяризации ороксин содержащих нейронов подвержена суточным колебаниям. И, как я уже сказала, максимальная выраженная активность этих нейронов в основном во время бодрствования. Во время сна ороксин содержащие нейроны не активируются. Высказывались предположения о том, что они каким-то образом связаны с супрахиазматическими ядрами гипоталамуса. Однако прямых таких связей обнаружить не удалось. Тем не менее, повреждения этого ядра чаще всего приводят к тому, что исчезает суточная вариабельность выброса ороксина нейронам гипоталамуса. Несмотря на такую противоречивость и сумбурность, ороксин, содержащий нейроны, является уникальной структурой, которая является медиаторами. К ней истекается информация обо всех вегетативных изменениях, обо всех изменениях уровня метаболизма, обо всех изменениях, касаемых психоэмоционального статуса. И эти нейроны реагируют активацией при пробуждении на широчайший спектр различных стимулов, таких как гипоксия, гиперкапния. Даже минимальные изменения концентрации кислорода, водорода обычно очень избыточно, так скажем, активируют ороксин, содержащие нейроны. Также сюда можно отнести такой стимул, как голод. Практически все стрессорные гормоны активируют эту систему. И все виды острого стресса также вызывают активацию и повышение спонтанной дополяризации ороксин, содержащих нейронов. В то же время существуют факторы, которые ингибируют активность этих нейронов. И эти факторы, как правило, приводят к тому, что появляется сонливость, снижение познавательной, моторной активности. И как раз эти факторы чаще всего связаны с насыщением, с удовлетворением репродуктивных функций, с повышением уровня различных серотонинов, канабиоидов, энкефалинов. То есть при подъеме настроения, при ощущении эйфории, как правило, подавляется активность этих нейронов. В частности, также известно, что при хронических стрессах, при боли хронической, при накоплении аденозина существенно снижается активация этих нейронов. Таким образом, можно сказать, что ороксин, содержащие нейроны, имеют огромнейшее количество рецепторов. И они такие собиратели информации, которые в конечном итоге, уже, так скажем, собирая вот этот всеобщий сигнал со стороны внутренних сред и внешних сред организма, являются такой тюнинг системой, которая адаптивно подстраивает активность других аминергических систем. И посылает свои активирующие влияния практически ко всем структурам центральной нервной системы. Одной из таких уникальных особенностей этой системы является участие ороксин, содержащих нейронов гипоталамуса, механизмах обучения, запоминания, а также, к сожалению, формирования аддикций. Вообще, ороксины, и в частности, вот некоторые из рецепторов к ороксину, через которые, кстати сказать, и опосредуются механизмы формирования памяти, запоминания, формирования бондинга или тесной связи с потомством, они формируются в основном и появляются в основном эволюционно уже у плацентарных. И возможно, что вот участие ороксина совершенно четко показано, что при нарколепсии не формируется привыкание к большинству наркотических препаратов. И такой интересный эффект как раз обусловлен тем, что именно в присутствии ороксин, содержащих нейронов, формируется доминанта. Именно в присутствии ороксин, содержащих нейронов, меняется пластичность и склонность к длительному потенциированию сигнала на дофаминергических нейронах, куда приходят проекции ороксин, содержащих нейронов. И именно ороксин, содержащие нейроны, опосредует формирование вот этой вот цепи, которая в конечном итоге приводит, например, к возникновению психофизической зависимости от каких-либо наркогенов. Тем не менее, это изначально, конечно, полезное свойство ороксин, содержащих нейронов. И таким свойством они обладают благодаря особому строению на своих мембранах. Поскольку в данный момент к системам, которые участвуют в запоминании, к формировании условных рефлексов, уже можно с уверенностью отнести ороксин, содержащие нейроны. Здесь особо стоит отметить способность этих нейронов к пространственной реорганизации своих синапсов. Пространственная реорганизация синапсов меняется под воздействием различных меняющихся условий среды. При предъявлении повторных стимулов, так было показано, например, что у животных при повторном голоде или при повторном ограничении пищи усиливается потенцирование сигнала и усиливается восприимчивость именно ороксин, содержащих нейронов к тому глутамату, который приходит и ко всем другим активирующим влияниям. Показано, что на ороксин, содержащих нейронов в основном локализованы рецепторы на мембранах, локализованы рецепторы глутаматергические. Их практически в 10 раз больше, чем всех остальных рецепторов. Глутаматергические рецепторы в основном представлены двух типов – это МПА-рецепторы и НМДА-рецепторы. НМПА-рецепторы в основном доминируют на ороксин, содержащих нейронов, что и обуславливает их высокую сензитивность, высокую способность реагировать на любые сигналы и на любые изменения, касающиеся каких-то изменений в клетках центральной нервной системы. Вот здесь показано, как вообще взаимодействуют между собой эти рецепторы. Сам по себе МПА-рецептор может запускать ионы натрия практически при минимальных активирующих влияниях. Что касается второго рецептора, то тут всё не так просто, и он может обучаться только в случае каких-то сильных воздействий, которые приводят к тому, что при высоком поступлении натрия в клетку ионы натрия могут поступать и также через открывающиеся НМБДА-каналы. И в частности, именно в ороксин, содержащих нейронах, вот такое повторное усиление сигнала приводит к тому, что на мембранах начинают образовываться новые МПА-рецепторы. Вот я не знаю, будет ли кино. Вот здесь показан процесс экзоцитоза, визикул с МПА-рецепторами. Ороксин, содержащие нейроны, настолько чутко реагируют на любые изменения, что они мгновенно, практически пространственно реорганизовывают мембраны. И на этих мембранах выставляются рецепторы, которые, опять же таки, усиливают восприимчивость ороксин, содержащих нейронов, глутамата, который приходит и к другим источникам, активирующим действиям. Вот такой вот механизм долговременной потенциации – это не единственный способ, каким вот эта вот уникальная система может регулировать свое участие, свои эффекторные влияния, оказываемые на другие энергические системы. В частности, внутри самих нейронов также может изменяться уровень синтеза белка НАРП. Этот белок – пентроксин, кодируемый одним из генов раннего ответа. И этот белок участвует в процессе формирования каймленных ямок и, так скажем, в кластеризации МПА-рецепторов. То есть этот белок, усиление синтеза этого белка, чаще всего приводит к тому, что улучшается процесс кластеризации и закрепления АМП-рецепторов на мембранах ароксинсодержащих нейронов. И, наконец, одним из последних таких вот работ, это 2017 года, было установлено с помощью конфокальной микроскопии и тройной иммунофлюоресцентной метки, о том, что аксосоматические характеристики нервных окончаний, которые заканчиваются на ароксинопозитивных нейронах, также могут изменяться. И эти изменения осуществляются благодаря локальному, циркодианному, разному характеру синтеза тех или иных транспортеров и тех или иных каркасных белков. Так, например, показано, что в ночное время, когда животное, в общем-то, активно, у него преобладают возбуждающие синапсы на мембранах, которые выставляются и затем убираются в светлое время суток. Вот такая вот пространственная реорганизация является практически уникальной и для других систем на сегодняшний день она просто не продемонстрирована. Наконец, существует еще один способ, каким ароксины могут оказывать такое вот явление, как адаптивная подстройка. При сильных воздействиях существует коррелизинг ароксина и глутамата. Так вот, ароксин и глутамат, упаковываясь в разные визикулы, выделяются из одной терминалии. Как правило, при сильных воздействиях и при сильном уровне активации ароксин-стрижащих нейронов выделяется и ароксин, и глутамат. Когда же воздействие не сильное и когда раздражение не столь сильно, то терминалями высвобождается только глутамат. И еще один такой интересный способ, каким ароксин-стрижащие нейроны могут помогать себе в том, чтобы обеспечивать такую непрерывную, так скажем, даже бесперебойную способность к спонтанной деполяризации, к автономной работе, даже в отсутствии кислородных форм, это их вот такая кооперация с астроцитами. Вот здесь на рисунке показано их взаимодействие с астроцитами. Ароксин-стрижащие нейроны активируют астроциты, выделяя глутамат. А астроциты, в свою очередь, выделяют ионы водорода и локтат. Локтат и ионы водорода, попадая внутрь ароксинов, с помощью различных реакций приводят к образованию перувата и к дальнейшей цепи реакции с образованием 38 молекул АТФ. Таким образом, сами же ароксины в отсутствии кислорода при гипоксии, при гипогликемии могут использовать альтернативные источники энергии и убрать этот этап гликолиза просто за пределы клеток. Таким образом, обеспечивая, в общем-то, себе, так скажем, улучшение деятельности в таких вот условиях. Плюс отдельно стоит упомянуть, что ароксин-стрижащие нейроны могут сами синтезировать транспортные белки, которые связывают глутамат. И известно, что, например, при ишемиях, при различных травмах, когда повышается глутамат, ароксины способствуют тому, что именно в данных условиях синтезируют этот визикулярный транспортёрный белок, они захватывают этот глутамат и таким образом спасают клетки, близлежащие клетки, от гибели или от каких-то других повреждающих эффектов гипоксии либо гипогликемии. Таким образом, основная функция ароксин-стрижащей системы мозга, которая, надо сказать, появилась уже позже аминергических систем, это поддержание того уровня поведенческих и физиологических проявлений во время пробуждения и водорствования, которые соответствуют физиологическому состоянию организма и текущим условиям внешней среды. И вот возможные механизмы, здесь я кратко перечислила, с помощью которых можно модулировать эффекторное влияние ароксин-стрижащих нейронов, это те механизмы, которые чёрным, которые нам удалось каким-то образом исследовать, а остальные появились буквально несколько лет вот такой активной работы. И надо сказать, что несмотря на такой активный интерес, несмотря на то, что это система очень важная, существует очень много моментов спорных, и в частности науке ещё предстоит решить, каким образом, допустим, второй тип рецепторов, которые проявляют одинаковую степень афинности к ароксину А и к ароксину В, всё-таки в реакциях выбирают ароксин В и запускают, допустим, тот же стероидогенез по другому пути. Или ещё одним из таких вот интересных факторов является то, что эволюционно, как я уже сказала, появление первого рецептора к ароксинам было, появление у него было у плацентарных, и вот, возможно, это каким-то образом работа в этом направлении также поможет бороться в разработке методов терапии, каких-то вот методов терапии, формирования аддикции. Вот, в общем-то, всё, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Ну, также мы можем задать вопрос один или два докладчика. Почему один или два? Ну, потому что вот уже у нас достаточно долго идёт заседание, вполне пообъективно поставить. Есть ли вопросы, коллеги? А, Леонид Павлович, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, вот я в одном из слайдов заметил, что активность орексиновых нейронов подавляется пролактином и лептином, то есть подавляется двумя гормонами, стимуляторами аутоиммунитета. Можно ли предполагать тогда, что от активности орексинергической системы в мозге может зависеть предрасположенность или тяжесть течения аутоиммунной патологии? Есть ли у вас какие-то данные задачи? Вообще, участие орексинстрижащих нейронов в формировании иммунного ответа, оно показано, и в частности, у нас в отделе тоже. И есть работы, в которых показано, что орексина или орексинбенов, правда, это всё было на культуре клеток показано, они могут менять развитие клеток миелоидного ряда по одному направлению или по другому в зависимости от применения орексина или орексина-Б. И каким-то образом, возможно, они могут влиять. Ещё есть данные о том, что, например, орексин при внутрибрюшинном введении показывает свою эффективность в условиях септического шока, в условиях ишемии, в условиях каких-то вот таких вот травматических повреждений центральной нервной системы, всё возможно, что и здесь будут какие-то... орексинергических систем при рассеивном склерозе есть, да? Есть данные о том, что... Ну, есть, так скажем, участие в системе орексинсодержащих нейронов. Каков его характер, вот пока сказать сложно. За или против, да, то есть в сторону ухудшения или улучшения? Ну, очевидно, что эта система работает тогда, когда всё хорошо. Ну, вот когда существует развертывание иммунного ответа, то эта система подавлена, и это должно быть так. То есть при введении ЛПС, при активном иммунном ответе, при острой фазе воспаления, как правило, всё-таки снижается активация оценённая по сифоз в орексинсодержащих нейронах. И, по всей видимости, они принимают какое-то участие, но принимают вот опосредованно. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, заседание ещё не закончено, но часть, посвящённая памяти профессора Катафучи, подходит к концу. И я только могу сказать, что в нашем отделе мы постараемся продолжать то, что он с нами развивал работу в области изучения синдрома хронической усталости, то, что вот идёт сейчас под руководством Леонида Андреевна Корневой, и, может быть, какие-то новые работы с выследованием водородной воды. Тоже так, что дело профессора Катафучи мы постараемся продолжать. И сейчас ещё в программе разные. Спасибо. Ну, в программе разные, я так подозреваю, у нас есть несколько презентаций. Александр Евгеньевич, судя по вам, или нет, или у вас нет. Извините тогда. Уважаемые коллеги, если вы решите по двум журналам сразу, поскольку я напоминаю, что в ВМА возрождён журнал «Известия» императорская, а теперь российская ВМА. Академия, он также сейчас имеет все претенденты в включении списка ВАГ, потому что два года он издаётся, и по модели Скопус. Но я хотел сказать о клинической подфизиологии всем известной. В первом номере 2018 года опубликована соответствующая статья, которая сегодня прозвучала, даже многие фотографии там один в один есть. С понедельника, со вторника заработает новый сайт этого журнала, поэтому вы это всё увидите на сайте. Ну, а в ближайшее время основная серия придёт. Я пока только изготовил в таком вот жёстком переплёте на наших японских коллег пару номеров сигнальных экземпляров. Ну, и Николай Николаевич, я привёз его юбилейный номер в большом количестве, но, может, у кого нет ещё, вручить свой четвёртый номер прошлого, уходящего 2017 года. Спасибо за внимание. Ждём вашей публикации. Спасибо. Я так понимаю, что Леонид Павлович имеет информацию или что-то сказать? В разряде разное. Я просто хочу приглашать профессора Нода, пристава Багглори, к вам предложить ваши предложения к членам патописиологии. Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, что мы вам сейчас обещали воду, которая с водородом. Это нейропротектор. Леонид Павлович, а можно ли из неё готовить чай? Вот можно спросить? Не потеряет ли она целебных свойств? Ну, я не хочу просто пугаться английским своим японских коллег. Нет птичем? Это нет птич from this one. Нет птича. Нет птич, нет птиц. Если есть что-то сказать или какое-то в разделе разное тоже донести информацию, то сейчас как раз самое время. Но что касается нашего следующего заседания, то о нем, конечно, будет изложено или объявлено дополнительно. Сейчас я боюсь даже назвать дату и время. Поэтому вся информация будет обязательно разослана и будет обязательно изложена на сайте. Если нет, то спасибо огромное всем присутствующим. Заседание закончено. Спасибо. 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 А? Сейчас я скачаю. 50 уже с Нового года. Так. Владимир Филиппович. Ну что? Пригласить надо? Да. Да, да, да. Может вы закроете? Это я закрою. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Безусловно, но надо уточнить, нет никакой, но вот это, да, вот в этом плане. Я, например, с координатами, но, к сожалению, я позвоню вам тогда. Хорошо, если нет, а, хорошо. Все. Продолжение следует... 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 Я желаю его знать, и я желаю его знать ваши письма. И вообще, у меня есть один студент, который очень много интересен, и он идет в Россию. Так что, может быть, если вы можете сделать какое-то химическое исследование, и мы можем использовать это. Так что, может быть, мы можем... Мы можем сделать это. Мы должны поговорить о проекте. И мы студентами, и вы уходите в СОН. Я в 4th году. 5-летний год. Следующий год, он должен делать свою тезис, и его тезис будет зависеть на экспрессиональных программ. И после заведения я буду делать пост-док? Да, у меня есть планы. Я хочу быть макцилопазиологом. И я хочу научиться в этом случае. А, вы будете быть макцилопазиологом? Да, я буду быть макцилопазиологом. А, я понимаю. В следующем году? Нет, я был участвором в исследованиях. В следующем году, это последний год. И после вашего года, вы будете участвовать? Нет, это последний год. Нет, это последний год. Потому что, я думаю, мы должны быть макцилопазиологом. Спасибо. 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 Спасибо.